Сегодня у меня будет очень жёсткий подкаст Ох, были времена у меня, когда мы там ездили на рыбалку, там бухали Помнишь, ты тоже бухала? Ага-ха-ха-ха Вот, если б ты женился, родил детей, перестаешь пить, вот этим всем не занимайтесь А, я планировала поездку на дачу, ещё что-то Уходи из дома, он там под дверями стучится Ладно, заходи Я бухаю, я что-то теряю Друзья, всем привет, меня зовут Даталья Жукова Я магистр психологических наук, нейропсихолог-ребеледолог И агентствованный специалист по созависимому поведению Сегодня у меня будет очень жёсткий подкаст Потому что очень много людей, как бы, задаётся вопросом Что делать мне с моим алкоголиком? Как с ним общаться, чтобы он не пил? Что нужно делать? Как бы, что зависит от меня, как от человека, который живёт рядом? Если вы жена алкоголика, девушка алкоголика Человек, который много пьёт Мама алкоголика Неважно, кто Любовь из алкоголика Что делать? Что делать? Частый вопрос мне Чтобы вы знали от себя Чтобы всё сделали Чтобы он не бухал Либо Он лечился в 12-шаговой программе Либо лечится Или лежал в реабилитации Что делать? Какие должны быть у вас границы Для того, чтобы вы не срывали человека Вот Смотрите Что важно сказать? Если вы хотите Точно понять Есть ли у вас созависимость Или нет Я сделала диагностический бесплатный тест Он появится у вас на экране сейчас И в описании То есть Если у вас есть созависимость или нет Можете пройти тест Проверить И понять Про вас это вообще или нет Но если рядом с вами есть зависимый человек Даже не сомневайтесь Ну что, погнали На самом деле Такие Довольно Жёсткие рамки И они Довольно секретные Потому что Я с вами делюсь Я нейропсихолог И билитолог И я работала Долгое время И успешно В клинике По реабилитации Зависимых людей И созависимых И я поделюсь С вами сейчас Знаниями Вот Обещайте в комментариях Не орать, что Бессердечное Смотрите Для чего нужны вообще Границы Для родственников Близких людей Если ваш близкий Употребляет Во-первых Для того, чтобы Обеспечить собственную Безопасность И во-вторых Чтобы сохранить Такую частоту Знаете Трезвость Страдающего человека От химической зависимости Вот А граница Это опора в жизни В новой жизни Которая снимает напряжение Понимаете, да? То есть Это как-то Основа Что нужно делать Для того, чтобы И вам, и другому Человеку Было легче Границы Могут быть разными И они обычно Создаются В реабилитационном Центре Особенно Если У человека Есть какие-то Образеленные Слабости Они учитываются Вамного больше Но я сейчас расскажу Такие общие Для того, чтобы Вы могли Сформировать Свой внутренний план Чего бы вы Хотели С вами придерживаться Первая граница Это граница Называется Чистые руки Ваша задача Не провоцировать Чтобы ваш близкий Человек Брал В руки Любые атрибуты Бутылки Алкоголь Брубки Стаканы Чарь даже Энергетики Квас Какие-то Псевдо Алкогольные напитки Без градусов Которые называются Вы должны Говорить Человеку Слушай Сгоняй в магаз Купи там Вина Типа На вечер Друзья придут Или Передай там Вот Протри бутылки От пыли Которые уже Запылились У нас в квартире Да Или Вы В общем Вы Не толкаете Человека Туда Где его Сложны Понимаете Да Вы должны Без него В этом Обходиться Как бы Это Очень важная Задача Дальше Следующая Граница Граница Места Вы И мероприятия Вы Не требуете Да Чтобы Человек В общем Например Были И стали Делать пил Не знаю В гараже С друзьями Там На районе С подругами Ну Не важно Где Да В каких-то Клубах Ресторанах Барах Рынках Не знаю Там Пил Да И вы Человек Просите Слушай Сгоняй Тут в рынок Где у него Друзья С кем Он Пухал Там Пять лет Купи Овощи Этого Говорить Да Вы Не посылаете Человека Который Пьет Или Выстравляет От флаголизма В аптеке Потому что Они тоже Там Много Покупать Могут Препаратов Там У них Есть Соблазны Которые Не могут Выпить Вы Не посылаете Их Ломбарды Потому что Они могут Заодно Что-нибудь Заложить Либо Получить Деньги И Могут Их Перезаложить Или Вы Смотрите Не должны Настаивать Чтобы Он Присутствовал На Дневных Днях Рождения В похоронах Свадьбах Корпоративах Где Употребляют Алкоголь Потому что На него Это Соблазм То же Самое Если Вы Живете Вместе Вы Не должны Что-то Приглашать На Алкогольные Вечеринки Либо Вы Должны Пить Когда Он Уйдет Либо Ваши Вечеринки Должны Без Алкоголя Потому что Это Все Провокация К срыву Вы Вы Толкаете Употреблять Сейчас Вы Можете Сказать А как Я Всем Объясню Если Вы Хотите Что У вас Близ Человек Был Жив Если Хотите Чтобы Он Уздоравливал Объясните Найдете Любые Слова Чтобы Это Не Создать Это Ваша Обязанность Дальше Очень Часто Особенно Человек Когда Лода Срывается Не Нужно Брать Зиновки В отпуск Очень часто Вы Это Делаете Для Того Чтобы Его Контролировать Но Если В Турцию Здесь Все Включено Для него Это Будет Испытание Понимаете Да То А если Ваш Близкий Человек Он еще Ребенок Ему Нет 18 Лет И Вы Содержите То Вы Например Говорите Что У него Должен быть Контроль Он должен Возвращаться Например Не позже 12 часов А в Скиллочие Вечера А в Случай Нарушения Вы Можете Потребовать Тест На наличие ПАФ У него Мочу Еще Что-то Очень важно Чтобы Мочу Человек Сдавал Свою А не Чужую Замороженную С холодильника Надеюсь Вы Это Понимаете Дальше Границы Разговоры Опыт Употребления Не нужно Сидеть Как бы И такие Гореть Ох Были Временами Когда Мы там Ездили На рыбалку Там Бухали Помнишь Ты тоже Бухала Типа И там Еще что-то И анекдоты Не нужно Рассказывать Про Алкоголизм Не нужно Рассказывать Какие-то Включать Фильмы Где люди Бесконечно Бухают Не нужно Скажем Так Ничего Провоцировать Человеком Не разговаривать Про алкоголь Вот То есть Не провоцировать Эти рассказы Да Где у него Появляется Тяда Вот А если Вы сами Приходите С мероприятия Где другие Люди Употребляли Либо Вы употребляли Вы должны Уйти просто В другую комнату Предупредить Заранее Сказ Что Или Предупредить Или Как бы Намеренно Закратить Общение Пьяном виде Не общаться С таким Человеком Дальше Граница А бывших Соупотребителей Вы должны Обязать Себя Не передавать Никакой информации О людях Которые окружали Человека Когда он пил Да Можете Преддавать Такую знаете Информацию Пугающе Типа Ой что Вдруг Вы там Вместе Там Общались Откуда Ну так Ему ногу Отрезали Бухал Представляешь Или Да Вот он Умер Что это Такую знаете Пугающе Только И то же Самое Не нужно Передавать Трубки Не нужно Если он с кем-то Крепко Пил Или пьет Не нужно Поддерживать Эту связь То есть Вам звонят Как бы Вы не передаете Трубку Да Вы не открываете Этим людям Двери Или говорите Извините Типа Инсте Нахрен Придумать Что свое То есть Эти границы Вы Понятие Чтобы вы Не были Соучастником Тогда Вы становитесь Соучастником Вашего Близкого Человека В его Употреблении Вот Дальше Граница Романтические Отношения Если он Не с вами В отношениях То не нужно Заводить Провоцировать Заводить Романтические Отношения Встречаться Жениться Заводить Детей И разводиться Думая О том Что это Поможет Ему Влечение У него Будет Нестабильное Состояние У него Будет Плохое Состояние Он Как бы Это Для него Стресс Да И Даже Если Будет Торчать На эмоциях Отношений Или еще Что-то Вот Там Эмоциональные Качели И все дела Это как бы Провокации Лишние Где он Может сорваться И начать Употреблять Вот И не нужно Это никак Провоцировать Типа Вот Если бы Ты женился Родить Детей Перестаешь Пить Вот Этим Семь Занимайтесь Дальше Горанить На Деньги Вы Не должны Если вы Содержите Или как-то Участвуете В семейном Бюджете Вы Не должны Давать Человеку Деньги Больше Чем Копейки Прям Такие Прям Понимаете Ну Не знаю Тысячу Рублей На Продукты Или Лучший Продукт В общем Смотрите Если Это Представим Ваш Ребенок Вы Не даете Наличку Покупаете Произволь В метро Произволь На Автобус Продукты Принесли Лично Купили Чтобы У него Дома Все Было Вот Не Нужно Оставлять Деньги Свободные Для того Чтобы Побухать Идея В этом Понимаете Да То есть Мне что-то Нужно Типа Не знаю Мне нужна Майка Хорошо Я тебе Куплю Скинь Ссылку И Очень важно Чтобы он Эти вещи Потом Вы Вы Обратно В магазин И не Купил На Эти Деньги Выпить Вот Дальше Границы На Ситуации Которые Могут Вызвать Тягу Близкого Человека Не Нужно Побуждать Человека Гонять На Машине Да Вот Дело Испытывает Такой Знаете Прямо Атриналин Вот Если Вот У нас Как Ребендацию Мы делали Если Человек Гонял Пьяном Виде И в Обычном Виде Мощно На Машине На Скутере Неважно На Чем Да Мы Запрещали На 6-12 Месяцев Это Делать После Реабилитации Потому Что Чтобы Не Было Такого Что Человек Взял Чужую Машину И Разбил Так же Или Например Или Вообще Разбил Или Чтобы Не Было Повода Торщать На Эмоциях Дальше Накрониться На Аптечку Вы Обязаны Убрать Все Лекарства В Недосягаемые Для Вашего Близкого Человека Место Все Убрать Что Это Значит Это Должны Быть Скажем Наук Лекарства Не Психоактивные Которые Остаются Некодейно Содержащие Да И Если Ваш близкий Человек Говорит Мне нужно Купить В аптеке Что-то Выйдите Сну Либо Говорите Я куплю Сама Говоришь Что Нужно Опять же Потому что В аптеке Есть много Средств Которые Без рецепта Продаются И даже По рецепту Который Можно Легко Купить Где Можно Выпить А Они Пьют Все Ген Доблостойки Вот Дальше Если Человек Жестко Пил На работе Желательно Его поддерживать То Чтобы Он Сменил Работу Вот Я знаю Что Влощайте Переживать От Что Но Если Пил На работе С У них Мощный Тандем Соботливников Нужно Менять Работу Да Это Очень Важно Сейчас Вы Конечно Скажете Ага А деньги Как Зарабатывать А еще Что Найдется На чем Деньги Зарабатывать Как Больше Потратиться Денег Потому Что Сопьется Что Дальше Какие Обычные Обязательства Я вам Расскажу Просто Чтобы Вы Знали Какие Есть Обязательства Тех Людей Кто Выздоравливает Кто Речится От Зависимости Чтобы Вы Понимали Что Не Только У Вас Есть Границы Но У них Есть Границы Просто Они Их Могут Не Поддерживать А Когда Вы Поддерживаете Свои Границы Вы Как бы Заставляете Идти В Нужной Русле Вот Вот Какие Бывают Границы У Людей Которые Выздоравливают Например Они Обязаются Следить Своего Эмоционального Состояния Не Быть Голодными Озенокими И Уставшими Да У них Есть Границы На Опасные Трезвости Чувства Пнив Ревность Обиды Страх И Вина То есть Они Обращаются К своему Спонсору Для того Чтобы Проговорить Эти Чувства Или Хоть Психолог Психолог Кстати У вас И У Занисимого Должен Быть Только Со Специализацией По Занисимости Можете Если Что Ко Мне Обратиться Я Лап Беру А Если Вам Нужен Риминитолог И Мирский Человек Очень Жестко Пьют Я Должна Дам Рекомендации Дальше У них Есть Границы На Развлечение Они Обещают Обязоваться Не Смотреть Фильмы Которые Вызывают Тягу Где Есть Употребление Алкоголя И Тусовки Не Ходить По Барам Дам Тисовки Всякие Алкогол И Все Остальное Они Обязуются Не Слушать Музыку Которая Тормассичная Которая Либо Супер Энергичная Которую Не Слушали В Употреблении Когда Не Пили Вот Они Обычно Входят На Группы Для Анонимных Алкоголиков Вот И Вы Не Должны Ни В коем Случа Препятствовать Вашему Морискому Человеку Что Пол Хотел Найти Группы Иногда Они Ходят Каждый День Иногда Они Ходят К Психолога Это Прямо Удача И Вы Должны Вот Знаете Если Вы Говорите А Я Планировала Поездку На Дачу Еще Что Так На Френ Ваши Планы Договаривайтесь Что Можно Проводить Тесты Особенно Если Вы Человека Содержите Если Это Ребенок Ваш Вы Можете Дать Тесты В разные Дни Без Предупреждения Да Есть Разные Тесты Там Там Нарко Чек Апо Чек Типа Разные Я думаю Сейчас Очень Много Вот Дианат Был Какой-то Тест Помни Раньше Не знаю Сейчас Есть Или Нет Плюс Есть Тесты Типа В клиниках Да Заранее Записывайтесь И там Вообще Показывает Развернут Тест За 3-4 Месяца Вот Что Еще Важное Границы Вот есть Вроде Линейка Да Вы знаете То что Я вам Рассказываю Вы можете Даже Чеково Не Обсудить Вы можете Сами Сабметать И Вы будете Очень Чисты Перед Собой Вы будете Знать Что Я Ничего Не Делаю А Если Созависимого Я еще Иду И вообще Просто Охренительно То есть Я делаю Все Чтобы Мой близкий Из-за меня Из-за моего Поведения Скажем так Да Не употреблял Когда Вы хотите Чтобы Спрос А на что Можно тратить Деньги На что В чем Можно Помогать Вы можете Оплачивать Ему Если Он Временно Не обеспечивает Материально Оплачивать У Какой-нибудь Проезд Если Он Ездит На Крупы Ну Не знаю Сигареты Какое Дешевое Там Нужное Самое Жилье Да Там Какое-то Если Нужно Одежду Прям Вообще По Минималкам Да Роскошно Нельзя Покупать Ничего Они Пускай Живут По средствам Учатся Работать С эгоизмом Своим Лечение В случае Необходимости Например Если Есть Угроза Жизни Здоровью Психотерапия Еще Что Психиатр Например Реабилитационные Клиники Вот Это Вы Можете Взять На Себя Дарить Подарки Если Ваш Человек Употребляет Вы Дарите Целых Подарков Потому Что Это Провокация На Срыв Вот Есть Человек Не Пьет Долго Уже Уздоравливает Потом Можете Дороже Делать Старайтесь Подарки Не Вкладывать Деньги Вкладывать Любовь Тепло Потому Что Эти Подарки Перепродаются Сдаются Для того Чтобы Пить Также Вы Можете Обсуждать Со Своим Близьким Человеком На Сам Деле Если Ситуация Длится Давно Что Если Он Не Лечится Если Он Не Ходит На Группу Если Он Не Ходит Психотерапевт Если Он Не Занимается Своим Здравлением Вы Можете Его Чего-то Лишить Чисто Для Испугуга Реального Обеспечения То Есть У Человека Должно Быть Какое Ощущение Я Бухаю Я Что-то Теряю То Есть Вы Проблемы В чем Созависимых Созависимые Люди Постоянно Ну Опекают И решают Проблемы Зависимых Людей А из Этого Они Бухают Дальше Потому Что Как Будто Проблем Не Происходит То Они Не Видят Проблем Потому Что Что Случилось Штаны Там Заблеванный Подъезд Как бы Вы все Отмыли Он Просыпается Он Просто Такой А Типа Ну Вот Ок Пошел На Работу А Не Хочу Найти На Работу Вы На Работу Позвонили Попросили Сказали Что Голова Болит И Вот Тем Самым Вы Поддерживаете Человека Алкоголизм А Если Вы Говорите Привет Вставай Иди Убирай За собой И вообще Столкнись С тем Что Друзья С тобой Не Разговаривают Потому Что Ты Вчера Напился И Хамил Он Подумает Вау Вот Это Отстой Вот Это Я Вообще Не Туда Иду Понимаете Вы Должны Понимать Что Границы Границы Это Право На Жизнь Человека Который Пьет Это Очень Важно Если Вы Чувствуете После Этой Лекции То Что Или После Созависимые Отмечайте Когда Смотрите Видео Когда Слушайте Аудиоподкаст Мой профиль Жукова Наталья Пси В Сторис И Напишите Свои Инсайты Из Выпуска Что Вам Это Звалось Что Вам Понравилось Что Вы Добавили Присылайте Скриншот Отметки В Директ И Я Вам Благодарность Отправлю Мой Курс По Избавлению От Созависимого Поведения Он Уже Помог Очень Многим Людям Встать Вообще На Путь Лечения От Созависимости Он Сейчас Находится Этот Курс Раньше Стало 5000 рублей Сейчас Он Уходит Библиотеку Моих Курсов По Созависимости В моем Клубе По Лечению От Созависимости И Вы Получите Этот Курс Полностью В подарок Для Того Чтобы Лечились Занимались Собой Двигались Дальше Поэтому Буду Ждать Ваши Отметки Подписывайтесь На Мой Канал И Если У вас Пьют Друзья Близкие Или Ваших Друзей Случилась Какая-то Такая Ситуация Пересылайте Им Это Видео Чтобы Они Понимали Что Нужно Делать Чтобы Не Испытывать Чувство Вины Удачи